Белла Мурзабекова занимается творчеством профессионально вот уже 4 года, хотя мечтать стать художницей преследовала ее с самого детства. Вначале мама отдала маленькую Беллу в музыкальную школу, но как таковой искры от струн в ее душе не было. Зато по соседству художественная студия вместе с красками, кисточками и первым наставником забрали ее всецело. Первый преподаватель у меня был Хош Ахмады Магожев. Я наблюдала, как он пишет картины. Сначала ничего не понятно, а потом это преобразуется в настолько великолепную картину. Если вы видели его портретные работы, как он пишет лошадей, к примеру, что там прям видно, что лошадь упирается в скалу и поднимается, что будто бы это ты вживую видишь. Портреты, пейзажи, натюрморты. Более 15 картин в самых разных жанрах украсили фойе школы в рамках первой объединенной выставки «Так звучит цвет». Девушкам потребовалось два года, чтобы отобразить свою любовь к родному краю, традициям и обычаям на холстах. Каждый гость оценил работу художницы по достоинству. Создание любого произведения искусства – процесс непростой. Уходит много сил, времени и средств. Но Белла никогда не сдается. В скором времени она получит степень бакалавра. Художница учится в Северо-Осетинском государственном университете. Направление – конструирование изделий легкой промышленности. Я выбрала это направление, потому что я считала, что это работа на все времена. В любом случае всегда можно зарабатывать своим трудом. И я думала, что я к своим картинам могу это приурочить как декоративно-прикладное искусство и дальше это продвигать. Уже был такой опыт? Нет, к сожалению, такого опыта не было, потому что я пока только учусь. Ее работы уже известны среди народа. Белла – участница республиканских и межрегиональных выставок. Несколько своих картин девушка подарила музею изобразительных искусств. Каждое она хотела отобразить общее для всех, что жизнь состоит из простых моментов. Я нахожу вдохновение в фотографиях и картинах художников и фотографов этого времени и былого времени. А также не менее важно, что каждый человек, мне кажется, находит вдохновение в жизни в каких-то моментах. Или трудных, или счастливых. Среди любимых фотографов немало и ингушских. Еще в детстве девушка пыталась повторить фотоснимки, но только красками. Кстати, художница признается, если настроение плохое, кисть в руки не берет. Считает, что в каждой работе должны быть положительные эмоции и чувства. Эта картина написана по фотографии Аюба Цароева. Мне очень нравятся его работы. И вдохновившись его фотографией, я спросила у него разрешение, могу ли я написать по ней картину. Я не думала, что он меня узнает. Он был на выставках, в которых я участвовала. Но он сказал, что он меня запомнил по одной из моих картин, по моему натюрморту с рябинами. И сказал, что не может такой злантливой девочке отказать. И разрешил мне ее написать. Сейчас в планах у Беллы закончить высшее учебное заведение, затем поступить в магистратуру. Останавливаться на достигнутом девушка не собирается. Художница готовит полотна для следующей выставки. Хавагагиева, Мухаммед Белокиев, Новости 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова